и находка просто бомбическая я такого еще никогда нигде не видел и с большим удовольствием вам ее сейчас продемонстрирую сейчас я отдохну потому что мы серёга бежали влад коричал мы думали здесь окинаки кладуха но здесь совсем другой вот смотрите вот такая здоровая вещь и это серебро я такое не видел ни у кого да и вы и сами наверно не видели смотрите кто здесь какая-то барышня и с другой стороны вот так тогда какой-то геракл вот эта штука ушка нету но я знаю что это не монета это медаль наградная медаль юбилейная такие встречаются но вещь вообще огонь поле сегодняшний коп удался помимо старины мы набрали монет и вот это вот сенсационная находка 20 да ладно это как форме читать читать что там написано за благонравий дали для учениц женских гимназий вот это да цена 2520 текущий на текущий день то есть ставка 25 тысяч шестьсот девяносто восемь рублей это еще ребят не конечная цена между прочим это акцион и уже дали 25000 ну как сохранного не покажи хороший но здесь сохранчик хороший у тебя немножко конку конченый да но факт том что находка как минимум пятнашку стоит классно мои поздравления благодарю класс вот чем-то он чемпион ладно да продолжаем копать и у него асечка . . . 150 я катушкой нел торнадо имейте ввиду смотайте на ус у у серёги 250 и чё ты говоришь посмотрел на сайте история школьных медалей в россии начинается в 1828 году с принятия устава гимназии и училищ уездных и приходских в 1835 году император николай 1 высочайший утвердил медаль за успехи в науке для мужских гимназий лицевая сторона которая была украшена государственным гербом двухглавый орел наоборот изображение стоящая минерва и надписью преуспевающему то есть гимназическое образование в россии не считалось достаточным поскольку надпись преуспевающему выбивалась только на медалях за окончание университета мужские гимназические медали чеканили двух видов большая из серебра и мало из золота и без серьезных изменений просуществовал до 1917 года чтобы получить золотую медаль нужно было иметь примерное поведение отличного по латинскому и древнегреческому языку и математики средним баллом не менее 4 и 5 по всем остальным дисциплинам подавались медали исключительно по успехам невзирая на статус даже детям государственных преступников а вот медали для гимназисток отличниц появился в российской империи значительно позже только во время царствования александра второго 1856 1881 года женские медали были двух видов так как частью гимназии видала министерство народного просвещения а над остальными шефство императрица мария александровна но на лице обоих видов женских медалей единообразно выбивались погрудные профильные изображения императрицы и надпись государь не императрица мария александровна после смерти августейшей особы шества над женскими гимназиями принялась супруга александра третьего и мать последнего императрица николая второго мария федоровна а на лицею стороне золотых медалей стали чеканить уже ее погрудной профиль изображения и чё ты говоришь посмотрел на сайте еще чуть-чуть оценил на аукционе мы смотрели 25 и ставки там еще были но на сайте мы посмотрели 80 90 даже 100000 но она конечно не стоит этих из-за того что вот какой-то рукожоп по ней трахал несколько раз печалька а возможно это был какой-нибудь биток в игру орлянку или еще что потому что монета крупная советское время они уже были не нужны но период до 1900 года